Друзья, привет! У меня торговая марка в кадре, которая называется Be Perfect. Ее очень много, она прям таки не вмещается в кадр в мой смартфон, поэтому мне пришлось расширить. Ее в кадр попадает всякая потусторонняя, лампа, например, всякие какие-то непонятные вещи, наклеечки. Ну ладно, это скоро переменится, изменится, потому что мы наедем на каждую баночку отдельно. Здесь у меня вся коллекция этой торговой марки. И здесь есть вот такие маленькие малыши, которые я вам уже показывала в предыдущем виде. Никто не подписан. Очень-очень зря я снимаю видосики и вам показываю, а вы, пожалуйста, подписывайтесь, потому что можете пропустить много интересного. Побольше есть объемчик и объемчики поменьше. Поменьше объемчики это как раз был наборчик из трех цветов. Вот он, вот он и где ты, где ты, где ты еще третий? Ты где третий? Третий ты где? Вот они два стоят. Господи, слепые гели. Так, вот. Вот они три штучки. Вот эти вот я вам уже показывала. Мы с вами их тестировали. Вот они три штучки. Молочный розовенький с розовинкой и розовенький с бежевинкой. Это самые ходовые цвета. Казалось бы, зачем столько много? А затем, чтобы у вас был выбор. Зачем мне столько много? А затем, чтобы я вам могла показать, если вдруг вы спросите, а покажи какой у него свет. А тут я как раз тут как тут и вам открою любую баночку и покажу любой цвет. Но забегая вперед, сразу хочу вам сказать, возможно, мне торговая марка отругает, скажет, да ты что делаешь, разбазариваешь такое добрище. Я хочу сказать, что вот здесь вот, вот эти малыши, это номер 4, номер 8 и номер 8, 1 и 4, да. Они здесь повторяются в больших объемах. Здесь объемочки по 30 миллилитров, а это по 15 миллилитров. Я сейчас из этих больших баночек, из этих больших баночек уберу номер 1, 4 и 8, которые у меня вот в малышах есть. Мне хватит этих малышей и для работы, и для того, чтобы вам показать. Но они уже открыты. Ну, как бы открыты. Зачем я буду еще открывать большие баночки? Я буду им не работать. Кстати, уже работаю вот этими малышами. Уже даже есть видосик и есть впечатление. И в этом видео тоже вы узнаете, и видосики я вам буду тоже подкидывать постепенно. Так, и мысль я потеряла, значит, номер 1, номер 4, номер 8 я сейчас уберу. Открывать их не буду. Они вот так вот все запакованы, зафольгированы. Я их так и оставлю. И в своем ВК-сообществе три баночки геля, вот такие большие, по 30 миллилитров, я разыграю. И подарю кому-то из мастеров. Так что подписывайтесь и ничего не пропускайте. Мы с вами сейчас начнем их потихонечку открывать. Мы. Конечно же я их буду открывать, а вы будете только смотреть. Я, наверное, их открою все за кадром, потому что они все упакованы, запакованы одинаково. И что смотреть, как я мучаюсь, вымазываюсь и страдаю. Нет, я вам это не покажу. Я вам только покажу, что. Баночки. Вот так вот выглядит вблизи. Здесь у нас есть вся выходная информация. Где произведено, когда произведено. Сроки годности. Написано дата на этикетке. Мады и Россия. 30 миллилитров. Биперфект. Это однофазный гель. Это значит, что его можно использовать без базы для подложки. Но скажу сразу, что я использую всегда базу. Каучуковую, какую-то другую. Проверенную обязательно использую. Это не обозначает, что как-то марке не доверяешь. Нет, я себе не доверяю. Лучше я перебью и нанесу то, что мне положено. Даже если это однофазный материал. То есть я нанесу базу, как положено, высушу в качестве подложки. А потом уже буду работать материалом моделирующим. Это моделирующие гели. Их можно использовать в любом, абсолютно любом амплуа. Как для наращивания, как для укрепления, как для ремонта. Это самый прочный гель на всех маркетплейсах, торговых марок. Ну то есть производитель нам утверждает, что это очень, очень прочный материал. И да, я уже его тестировала. Это действительно железобетонное. Поэтому, несмотря на то, что оно железобетонное, в моделирующий слой он очень прочный. А в тонкий слой, в качестве подложки, где-то, в районе кутикулы, в районе боковых валиков. Это функция материала, которая будет защищать, предохраняет наши удары, всякие поломки, непонятные действия, когда может произойти что-то. И материал самортизируют вот в этих именно по периметру местах, там, где он нанесен тонко. Ну что, давайте открывать. Мы будем смотреть с вами цвета. Их много. Они все разные. И, может быть, кому-то уже это интересно будет, посмотреть, какие есть цвета. Так что, давайте открывать. И, как я сказала, сразу вот номер один упакованный. Вот он, как упакованный. Номер четыре. И номер восемь. Я откладываю в сторону. И в своем ВКонтакте я разыграю эти три баночки и поделюсь с мастерами. Так что, заглядывайте, условия конкурса будут именно там. И, как я уже сказала, у меня вся линейка. Линейка сейчас состоит из 13 камуфлирующих материалов. У меня все они от 1 до 13. Первый номер мы уже с вами открывали в предыдущем видео. Это молочный. Он такой молочный. Прямо-таки молочный. Это не прям плотный, не прям плотный материал. Он такой, знаете, как будто бы осевший слегка пигмент. Ну, не осевший. Я просто вам привожу аналогию. Выглядит это вот так вот. Разравнивается он отлично. Распределяется он хорошо. У него есть остаточная липкость. Его можно опилить, можно выложить без опила. И можно перекрыть топом. Ну, не можно, конечно, а нужно перекрывать топом. Потому что есть остаточная липкость. И этот цвет мы выкрашивать не будем. У торговой марки весь материал оформлен вот в таком виде. У них есть гель-лаки. Тоже точно так же все оформлено. Красиво смотрится. Ярко, нарядно. Баночки необычные у них. Видали, вот такая вот, как бы, такой бортик. Больше, чем это уже баночки по 30 миллилитров. Ну, вот у меня сейчас в руках. Но есть еще больше объемчик. Если хотите попробовать, просто совсем попробовать, то можно и маленький объемчик взять. Вот тот, который я вам вначале показывала. По 15 миллилитров. Этого будет достаточно, чтобы понять, нужно вам в работу этот материал или не нужно. Я открыла номер 2. Номер 2 у нас вот такой, как вы его видите на экране. Нежно-молочно-розовый. И каждый оттенок имеет свое рабочее название. Это вы сможете увидеть на коробочках, которые будут вам приходить. Они приходят в коробочках, и на коробочках написаны названия каждого цвета. Это очень удобно. Это понятнее для клиентов. И это более запоминающе, чем просто номер, просто номерок. И этот называется розовый молочный. Видно, что он розовый молочный. Сразу хочу сказать, что у них у всех консистенция одинаковая. Баночки, которые я уже открыла, маленькие. Я не заметила, чтобы они текли. И при закрытые, и плотно закрытые, и открытые, пока никто еще не вытекал. Но я не знаю, как работают, пока еще при вас открываете баночки. Я не знаю, будут ли они вытекать или нет. Часто, постоянно, каждый раз мне в комментариях пишут. Светлана, делайте посередочке дырочку. Ну, как будто я же не знаю, я же не знаю, как мастера открывают. Я в каждом видео говорю, что я не хочу заглядывать в дырочки, потому что это блогерская такая заморочка. Я хочу вам показывать весь материал, как он есть. Даже если он будет потом вытекать, это уже, как говорится, так должно и быть. Но, я надеюсь, из этих баночек не вытекает. Поэтому, да, я знаю, что нужно открывать. Не полностью делать дырочку, но я для видео открываю вам полностью. Запоминайте и записывайте это номер 2. Если вы именно такой конкретно цвет ищите на ручках, он будет просто слегка-слегка, ну, почти что даже незаметно, что он розовый, практически будет белый. Консистенция ближе, густая. Она такая, знаете, вот, как тянучка, конфетка-тянучка. Материал уравнивается очень легко и быстро. То есть у него вот такая вот консистенция. Несмотря на густую, казалось бы, вообще она идет как средняя консистенция. И для быстрых мастеров, возможно, они будут даже густоватые, эти гели. Но самое интересное, как я работаю, это то, что я наношу сразу на 2 ноготка. И это, кстати, обыстряет работу, даже если вы быстрый мастер, это тоже вам поможет, это дисциплинирует. Некоторые в комментариях писали и в отзывах есть, конечно же, такие отзывы, что очень сильно печет. Я уже работала этим материалом. Да, печет. Я бы не сказала, что сильно катастрофично печет. Есть небольшое сжение. Я работаю фонариком. То есть я подсушиваю на весу материал, а потом уже досушиваю в лампе. Это тоже очень легко, очень быстро. Это работает, когда вы несколько секунд присушили. Один пальчик, потом второй, третий. Потом все это высушили. Это, конечно, намного быстрее. Если я нанесу цвет сейчас на чипс, то вы, конечно же, увидите здесь просто такой практически белый цвет. Для начала я наношу, как всегда, такую поверхность, по которой будет скользить последующий слой. Видите, он даже в тонкий слой все равно закамуфлирует. По поводу жжения еще один небольшой вам совет. Даже не советы, я думаю, даже советы это дело неблагодарное. Но я вам просто хочу сказать, за счет того, что эти гели достаточно прочные, их в тонкий слой сломать просто невозможно. Просто поверьте на слово, вы можете одну баночку взять маленькую и это проверить, потому что это очень легко проверить. И если вы в тонкий слой не сломаете, то ноготочки можно делать тонкие. И, конечно же, это намного меньше будет сжечь в лампе такой слой. Если вы привыкли наваливать, чтобы не сломалось, то да, будет сжечь. Я вам точно говорю, потому что этот материал специально придуман для техник, которые просто я здесь называть не хочу. Это авторские техники, они работают как бы за денежку, а я тут вам показываю обзорчик. Видите, смотрите, это же просто красотища, просто красота. Я не знаю, есть ли смысл показывать каждый вот так вот по распределению, потому что вы видите, что это происходит на глазах, просто распределяется и легко, и даже не спеша для... Возможно, даже подойдет для новичков, которые не успевают. Но я хочу сказать, что для бывалых мастеров, которые могут по два, то и по три пальчика работать, это тоже очень классная методика вот такой консистенции материала. Можно перевернуть, если любите такие вещи. Я мастер опила, поэтому я никогда не переворачиваю, я всегда опиливаю, потому что мне надо точно быть уверенным, что все нормально. Но можно повернуть, покрутить и точно сцентровать уже. Но оно все работает, то есть он достаточно такой материал, который ну как бы послушный, вы сможете с ним справиться. Да, но как же там два-три ноготочка наносить, он же потечет по кутикуле. Да нет, он не течет ни по кутикуле, ни за кутикулу, никуда он не течет. Он просто ждет, когда вы все распределите. Ну смотрите, что я в лампу отправляю. У меня есть функция пониженной мощности, поэтому я понижаю мощность. Но если все-таки все равно печет, есть клиенты, которые ничего не печет, они прям железобетонные, то вообще не проблема. Если все уже печет, то я конечно же рекомендую сначала подсушивать фонариком каким-нибудь, а потом уже досушивать всю ручку в лампе. Номер два. Высох. У него вот такая вот липкая, прямо липкая, скотчевая липкость, липкая липкость. Это значит, что вы можете к дизайну, это приспособить, эту способность материала. Можно просто снять остаточную липкость и топом не перекрывать именно на образцах. Конечно, клиентам можно перекрывать, но вы как видите, здесь достаточно яркий глянец. Открываю номер три. Здесь мы на этикетке видим громовку и мы видим дату изготовления. Как я сказала, дата годности этого материала три года. Дата годности, сроки годности. Здесь у нас номер три. высох, я убираю опять остаточную липкость и потом я вам рядышком все покажу выкраску и покажу баночки, чтобы вы могли для себя сориентироваться, какой цвет вам нужен, какого цвета у вас не хватает в вашей коллекции. Номер пять. Номер пять у нас называется нюдовый или бежево-розовый. Так оно и есть. Он нюдовый, он такой, знаете, как будто тональная основа с розовиночкой такой небольшой. Точно такая же консистенция. Что еще можно сказать по поводу цены на маркетплейсах? Достаточно такая бюджетная цена, достаточно демократичные цены и на гейлаки в том числе. Гейлаки у меня есть только белый и черный. Про них могу сказать, а про другие цвета не могу. Но по отзывам могу сказать, что отзывы хорошие по поводу цветничков. Если кто-то пробовал, то напишите. Вот так вот в тонкий слой выглядит бежевый или нюдовый. Если вдруг вы купили материал и не знаете, что делать, вдруг он вжжет, не нравится, что-то не нравится в материале, его всегда можно использовать. Например, в качестве подложки для удлинения свободного края. Там жечь не будет. Это точно. Выкладывать свободный край таким материалом очень легко и просто, быстро, интересно. Не будет жечь, если вы будете работать верхними формами. Если очень чувствительный человек, очень может быть такое, может подпекать на гелевых типсах. Но я всегда вам рекомендую наносить не толстый слой. На гелевые типсы просто так не наносите. Протестируйте свои гелевые типсы, а потом только наносите, потому что в основном гели на гелевых типсах не держатся. Для этого нужна специальная техника, технология. То есть обязательно надо специальные манипуляции произвести с гелевыми типсами для того, чтобы работать в технике укрепления. Мне кажется, подойдет для каждых ручек. И вот так придумали, конечно же, производители такую плотность материала, что возле кутикулы будет красиво отрастать, не бросаясь в глаза. Номер пять выглядит прям очень красиво. Посмотрите, какая красота. Конечно же, на типсиках может выравниваться немножко подольше. Материал всегда так. На ручках клиентов выравнивается намного быстрее. И намного все это по-другому происходит. На ручках клиентов. Откроем номер шесть. Я открою номер шесть. И он называется нюдовый бежево-розовый. Точно так же, как называется номер пять. Давайте вернемся к номеру пять. Посмотрим. Нет, смотрите. Вроде бы, да. Вроде бы одинаковый. Но все равно есть нюансы. Здесь у нас такая персиковая розовизинка. Нет у меня словарного запаса объяснить. С розовизинкой, с персинкой. А здесь у нас вроде как какая-то вот сиреневая есть составляющая. Здесь, конечно, отличается, когда вот вы смотрите, когда они рядом. Когда я открываю каждую баночку отдельно, кажется, что я открыла тот же самый цвет. Но вот смотрите, они отличаются. Это, конечно, выглядит немножечко потемнее. Но в любом случае, баночки, конечно же, с большими объемами всегда выглядят темнее. Хочется в очередной раз сказать, что распределяется легко и быстро, равномерно. По поверхности он натягивается ровненько. Практически опиливать нечего. Но сколько можно повторяться, вы это уже и так все видите. Номер семь. Он называется опять темно-розовый. Да, он действительно в ванночке прямо-таки темно-розовый. Я как радио, я могу вам часами рассказывать, как можно что-то с чем-то совместить, с чем можно наиграться, для чего нужно такое количество оттенков камуфляжа, как это применить, я могу рассказывать сутками. У меня как радио можно включить и выключить, когда уже надоест. Номер семь у меня высох. Убираю остаточную липкость. Если хорошенечко, прям хорошенечко просушить, то эта остаточная липкость очень-очень тоненькая остается. Практически ее нет. Вот так можно притереть и все как будто бы топом перекрыто. В кадре у нас герой номер восемь. Номер восемь у нас уже открыт, раскупорен и уже в работе. Это 15 миллилитров баночка. Они продаются и по отдельности малышей, по отдельности продаются большие объемчики. И есть комплект вот таких малышей по 15 миллилитров. Это вот такой вот цвет, который называется бежево-розовый. Мы, конечно, и все рядышком, все рядышком. Я вам покажу, чтобы вы могли понимать, как они отличаются. Потому что вот так вот кажется, что они все прям одинаковые. Я не буду выкраску показывать, потому что в предыдущем видео эта выкраска была. Да, номер восемь, если вы помните, пойдет в розыгрыш. Следующий у нас номер девять. Уже чуть-чуть осталось и мы приближаемся к финалу. Все баночки вроде как нормально все упакованы. Ни одна у меня не потекла, пока я не встретила каких-то. Номер девять у нас называется бежевый. Я сейчас открою и мы с вами убедимся или нет. Ух ты, ух ты, плотно как-то сильно. Какая фольга-то толстая. Номер девять в баночке уже не выглядит таким безобидным розовеньким. Прям он уже такой темный кажется. Но опять же здесь объем. И в объеме всегда выглядит темнее. Если вы меня спросите, а вы меня спросите, ну спросите у меня сейчас в комментариях, на какой секунде вообще поджимать и поджимается ли этот материал. Да, он поджимается, он держит арку. Он очень хорошо поджимается и очень хорошо держит арку. Но на какой секунде вам его поджимать, вам не ответит ни один специалист, даже производитель материала. Потому что надо знать, какая у вас лампа. Новая, старая. Мощность у нее какая. Вообще, что за лампа. И только вы сами экспериментальным путем сможете это понять. Для этого пробуйте поджимать, допустим, на третьей секунде, на пятой секунде. А вообще есть такой показатель. Как только начинает сжечь, можно уже поджимать. Для френчи подойдет любой, абсолютно любой оттенок, который я вам показываю. Но также можно адаптировать под любые, абсолютно любые дизайны. Например, под каких-то кошечек, которым нужны вот такие вот немножечко потемнее оттенки, чтобы серый, который находится в кошках, видно не было. И вот такой цвет очень хорошо подойдет для таких, знаете, шелковых кошек, где все равно серый прослеживается. На таком оттенке он будет виден минимально или совсем не виден. Посмотрите, какая красота. Мне нравится, как по периметру это красиво выглядит. Отправлю в лампу. Пока в лампе сохнет номер 9, мы с вами сейчас посмотрим номер 10. Этот цвет номер 10 называется абрикосовый. И он действительно такой нежный цвет, не темный уже, как кажется в баночке предыдущей, а вот такой вот именно нежный-нежный такой цвет мне тоже нравится. Спросить, какой мне не нравится цвет. Скажите, ну какие все цвета нравятся. Но это действительно так и есть. Мне нравится любой материал. Тот, который не вредит клиентам, я всегда буду использовать. Вряд ли я что-то выброшу, если это не вредит клиентам. Когда наносишь тонкий слой, у всех вот такой вот тонкий слой, полупрозрачный вид. Можно нанести тонкий слой и просушить в лампе. Для чего? Для укрепления ноготочков. Если без выравнивания, ну есть такие, которым выравнивание не нужно, мне только свои укрепить, можно нанести, то будет вот такое вот не толстое нивелирование и цвета ногтевой пластины выравняются. Все ноготочки будут одинакового цвета, красивые, здоровые. Но можно нанести и поплотнее, и сделать объемчик, если его не хватает. Можно донарастить уголочки по воздуху, можно сделать технику, кто работает в технике, технике бортики, можно также укрепить в технике бортики. Это тоже очень классно работает с этим материалом. Опять же повторюсь, если вы будете много его наваливать, конечно же, очень чувствительные, перепиленные, пострадавшие какие-то ноготочки, сами по себе какие-то, вот они тоненькие, чувствительные, нервные клиенты, они, конечно, будут испытывать жжение при любом материале. Если свои ноготочки у клиента скручиваются, куда-то уходят в сторону, куда-то ведет их, то этот материал удержит ноготок в нужном положении. Как вы его зафиксируете, так он и будет держаться. Абрикосовый мне показался очень красивым, как вам кажется. Номер 11 у нас называется конфетно-розовый. Мне прям очень сильно интересно, что это за цвет такой. Вот так выглядит конфетно-розовый, но он прям такой мимишный. Розовенький этот, который 11, конфетно-розовый, очень сильно похож на номер 3. Сейчас я вам покажу их рядышком. Номер 3 и номер 11. У них разница чуть-чуть совсем, какой-то нюанс. И по консистенции не одинаковые. В общем-то, здесь уже вы сами решайте, какой вам цвет нравится больше. Даже не знаю. Я бы, ну, любой можно. Мне кажется, абсолютно любой, они очень сильно похожи. Где-то какой-то немножечко по насыщению. Мне кажется, третий немножечко по насыщению. Но я могла, конечно, и потолще его нанести. Но, в общем-то, один из этих двух можно спокойно брать. Мне всегда интересно остаточную липкость убрать, насколько высыхает материал. Если остается какой-то матовый след, это значит, что материал мог даже еще и не до конца просохнуть. Ну, знаете, здесь вот как бы остается глянцевый след. Поэтому я уверена, что высох он полностью и до конца. Еще немножечко и мы на финишный примор. У нас 12 цвет, написано розовый. 12 номер, это еще не финиш, но это уже ближе к завершению нашего обзора. Вот так он выглядит. Тоже кажется, что уже такой похожий у нас есть, но опять же мы посмотрим их в сравнении. И да, друзья, те, кто со мной уже практически на финишный прямой с этим обзорчиком, то я вам, конечно же, напоминаю, что вам нужно будет заглянуть в описание, потому что там вы найдете все самое интересное. И все самое интересное я закреплю в закрепляющемся первом комментарии. Вот так выровнялся все быстро, красиво, чинно, благородно. Отправлю в лампу. И теперь номер 13. Все уже, это уже в линейке крайний цвет. Он называется темно-розовый. Хорошо, что производители придумали название, мне не надо каждый раз придумывать какой-то цвет. Я просто вам зачитываю то, что будет написано на упаковочке, если вы закажете, они в коробочках приходят и на коробочках все написано. Вот так выглядит темно-розовый. Тринадцатый у нас номер, вот такой розовый, тоже, мне кажется, не все классические, все ходовые. Здесь уже, как говорится, вкус мастера, вкус клиента. Каждый выбирает себе сам, для какой работы, для чего. И все в таком духе, как бы, я здесь каждому не могу советовать, берите этот, берите тот. Не знаю, зачем я показываю вам эту каплю. Я настолько увлечена процессом вот съемки этого видео, я иногда ставлю на паузу, для того, чтобы убирать какие-то ненужные моменты, типа просушки, там все такое, чтобы меньше монтировать. Но, мне кажется, я иногда забывала включать после паузы и что-то вещаю. И если где-то будут какие-то пробелы в видео, это значит, что где-то меня зависло. где-то я забыла включить камеру после паузы. Я надеюсь, что там будет все нормально, но я такая, я могла и накосячить. Так что, если что, если что-то где-то непонятно, неясно, вам хочется что-то уточнить, то, пожалуйста, находите меня во всех соцсетях, находите. Я открыта для каждого, у меня все лички открыты, мне можно написать куда угодно, и вы можете спросить. И я, если знаю, то, конечно же, отвечу. Номер 13, конечно, красавчик. И вы у меня красавчики, и те, кто дошел до финала этого видео. Ну что, друзья, давайте мы с его близненько посмотрим, все, что нам казалось с вами похожим, одинаковым, всегда будет смотреться по-другому, когда не рядом в сравнении. Я вам обещала показать в сравнении, как это выглядит для того, чтобы вы могли сориентироваться и выбрать тот цвет, который вам подходит, который нравится или который вы вот так это все будет выглядеть рядышком. Как вы видите, все абсолютно разное, плюс-минус, где-то одинаковых особо нет. И тут нарисовалась еще одна задача, это то, что все цвета не помещаются в камеру, надо, чтобы было видно все. Здесь у нас два молочных, один молочный, другой с розовиночкой. И целая куча нюдовых, розовых, светлых, темных, на любой вкус и оттенок можете себе заскринить. Я обязательно сделаю фотографию и опубликую в любой из соцсетей. Обязательно в соцсети мои вступайте, потому что на ютубчике я комментирую только первые три часа после выхода ролика, а потом я уже нахожусь в других соцсетях и там могу с вами общаться. А вы подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Заходите во все мои соцсети, я везде есть, везде меня найдете. Ну-ка, сделайте ровненько, красиво, чтобы было. Еще раз напоминаю, что у нас на обзоре была торговая марка Биперфект. Это однофазные гели для моделирования ногтей. Это многозадачные гели, которые можно использовать в работе мастера как и профессионала, так и новичка, и также для себяшки. В описании вы найдете все, что касается этого материала. Если есть вопросы, конечно же, задавайте. В первом закрепленном комментарии я продублирую всю полезную информацию касаемо этого материала и жду вас в своих всех остальных соцсетях. Мы с вами увидимся очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok